Мам, а мам, дай стольник на жизнь. Тебе уже 13 лет, иди работай. Был у меня один знакомый Джеймс. Детство у него было не сладким. Отец бросил их с мамой, когда Джеймсу было всего 2 года. Матери пришлось много работать, но денег все равно не хватало. Джеймс мечтал родиться в богатой семье, чтобы не знать тягости и бедности. Мам, а мам, дай стольник. Сынок, какой стольник? Мы же во Франции. Вот тебе 1000 евро, сходи в Диснейленд. Уже с детства Джеймсу пришлось работать разносчиком рекламных газет. Он стыдился этого и разработал хитрый план, чтобы не носить газеты. Джеймс научился расписываться в своем журнале за получателя. А газеты улетали в помойку. После первой зарплаты ему даже расписываться перехотелось. Банка сгущенки и печенье. Было обидно. Джеймс заметил, что знакомые ребята со двора постоянно были при бабках. Но они никому не говорили, где зарабатывают. Как-то Джеймс проследил за ними до их секретной работы. Оказалось, что они разгружали грузовики с фруктами. Склад находился в подвале его школы. Это было сюрпризом. Видимо, директор тоже решил немного подзаработать. Джеймс подошел к начальнику и попросился на эту работу. Усатый дядька с удовольствием принял нового дурачка. Подъехал грузовик с арбузами. Ребята начали его разгружать. Сначала было весело. Они уронили один арбуз. Но добрый начальник ничего не сказал. Прошел час. Арбузы в грузовике как будто не заканчивались. С непривычки у Джеймса заболели все мышцы и спина. В итоге на разгрузку грузовика ушло 4 часа. Наконец-то ребята получили долгожданную оплату. Но 1 доллар за такую тяжкую работу, это несправедливо. Джеймс был недоволен. По пути домой он заметил своих напарников. Они делили деньги. Ему показалось, что они получили гораздо больше. И Джеймс решил добиться справедливости. Эй ребята, почему у вас денег больше чем у меня? Ха, ты нуб! Хочешь хорошо жить? Умей крутиться! Мы украли несколько арбузов и продали их директору школы. На следующий день Джеймс пришел на работу с целью украсть фрукты. Когда начальник отошел в туалет, Джеймс спрятал ящик винограда в кустах и вновь приступил к разгрузке. Он заметил, как его напарники тоже утащили несколько ящиков до того, как вернулся начальник. Как только работа была закончена, Джеймс побежал продавать виноград, даже забыв получить оплату за работу. Он взял свой драгоценный ящик и отправился искать покупателей. На остановке стояла палатка с фруктами. Джеймс решил, что они точно купят виноград за полцены и подошел к продавщице. Та с подозрением посмотрела на него. Попросила подождать, а сама кому-то позвонила. Не прошло и двух минут, как к палатке подъехал черный джип. Из него выскочил тот самый начальник. Он хорошенько подергал Джеймса за ухо и выгнал с позором. Есть такие люди, которые не учатся на своих ошибках. Видимо, Джеймс оказался одним из них. Как-то он со своей мамой пошел в магазин за продуктами. Мам, а мам, купи вот эту шоколадку. У меня мало денег. Я возьму только самое необходимое. Пока его мама загружала картошку в коляску, Джеймс незаметно засунул шоколад в свой карман. И как ни в чем не бывало, начал помогать маме. Они вышли из магазина. Кража удалась. С этого дня Джеймс стал постоянно ходить в магазин и красть разные вкусняшки. Наконец-то он начал есть сладкое сколько душе угодно. Джеймс организовал тайник в своем почтовом ящике. Вдруг начнется зомби апокалипсис. Продукты в магазинах закончатся. Он сможет выжить благодаря своему тайнику. Но однажды он пришел к почтовому ящику и обнаружил, что все его запасы украдены. Джеймс запаниковал. Ему хотелось поскорее восполнить потери. Он отправился в магазин и взял очень много товара. На выходе его остановил охранник. Вор был пойман. Джеймса привезли в полицейский участок. Он думал, что сейчас его начнут избивать злые копы, как это обычно бывает в кино. Огромный полицейский завел его к себе в кабинет, посадил напротив себя и начал задавать вопросы про личную жизнь Джеймса. Джеймс был удивлен. Это был первый человек, который поинтересовался его проблемами. Он рассказал про отца, про свое голодное детство, как тяжело его маме зарабатывать на жизнь. Как он пытался сам заработать, но жадные барыги платили очень мало и приходилось воровать. Мозес внимательно слушал Джеймса. Глаза его слезились. В голове поплыли воспоминания. Он был сиротой. Его детство прошло в приюте. Еще тогда Мозес понял, что станет полицейским. В приюте он враждовал с шайкой под предводительством хулигана Джека. Его шайка никого не уважала. Они обижали своих братьев по несчастью. Забирали все самое лучшее. Устраивали драки. В общем, там был полный беспредел. Мозес пытался добиться справедливости. В итоге хулиганы столкнули его с лестницей. Он сломал позвоночник и оказался на долгие годы прикован к кровати. Мозес узнал про своего кровного врага, что Джек стал криминальным авторитетом. Со своей бандой они нападали на дальнобойщиков, крышевали мелких бизнесменов, занимались контрабандой и многими другими незаконными делами. Начальник полиции ничего не мог сделать с этим ловким преступником. Каждый раз ему удавалось уйти от погони. За это он получил прозвище Воробей. Мозесу стало обидно. Он хотел встать и разобраться с Джеком, но не мог. Однажды к нему в палату вошел какой-то профессор. Мозес впервые видел его в этой больнице. Профессор предложил Мозесу поучаствовать в эксперименте. Он разработал роботизированный позвоночник, но пока неизвестно, будет ли он работать. Терять было нечего. Мозес согласился стать добровольцем и его перевезли в лабораторию профессора. Операция прошла успешно. Уже через неделю Мозес смог ходить самостоятельно. Профессор рассказал, что этот позвоночник может давать буст к бегу, прыжкам и ударам. На испытаниях Мозес начал бегать быстрее самого быстрого бегуна. Запрыгивать на высоту второго этажа. Удар рукой вбивал грушу в стену. Но был один минус. Позвоночник надо было заряжать каждые два часа. Мозес смог устроиться в полицию. Никто не знал про его апгрейд. За пару лет он сумел переловить всех мелких воришек в городе. Но воробей был всегда на шаг впереди. Однажды Мозес почти поймал Джека. Но в самый неподходящий момент у него разрядился позвоночник. И воробей опять скрылся. Джеймс был в восторге от истории Мозеса. Он тоже захотел стать полицейским. И обещал больше не воровать. Мозес дал ему свой адрес. И предложил вместе провести выходные. По пути домой. Джеймс представил себя полицейским. Как он вместе с Мозесом поймал Джека воробья. Все аплодируют им. А Джеймс такой. Не стоит благодарности. Все это на благо общества. Мечты Джеймса прервал звук выстрела из кафе. Джеймс решил посмотреть, что случилось. Два бандита стояли возле кассы. И требовали заплатить ежемесячный платеж. Иначе воробей будет недоволен. Хозяин кафе пытался объяснить бандитам, что сейчас у него нет такой суммы. Кафе не приносит прибыли. Бандит снова выстрелил. И предупредил, что следующая пуля окажется у него в голове. Непонятно зачем, Джеймс окликнул бандитов. Они обернулись и подозвали его к себе. Он попятился назад и бросился бежать. Бандиты догнали его. Так Джеймс оказался в багажнике. Машина уехала в неизвестном направлении. Друзья мои, если вам понравилась эта история, давайте соберем 50 тысяч лайков. И я сделаю продолжение.